Левое радикальное крыло Демпартии пошло ва-банк, они потребовали от Байдена рассекретить данные Пентагона об ударе по палестинскому госпиталю. Белый дом возложил ответственность за это на Хамас, но отказался публично приводить факты в пользу своей позиции. Нынешний кризис на фоне хаоса в Вашингтоне привел к самому серьезному расколу в стане демократов с момента вхождения Байдена в Белый дом. Его же однопартийцы бросили вызов Байдену, причем в самый неудобный момент, когда Конгресс будет вести слушание о выделении помощи Израилю. Тем временем из Госдепартамента уходит громко хлопнув дверью высокопоставленный аппаратчик Байдена Джош Пол, работавший в бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента и выступавший против бомбежек газа, поддерживающий террористов Хамас. А сам Госдеп впервые обращается ко всем американцам за рубежом, считая их находящимся в опасности в любой части света из-за угрозы терактов и мести за поддержку Израиля. Пентагон вынужден направить в Израиль десятки тысяч снарядов, уже зарезервированных для Украины. Белый дом надеется протащить в Конгрессе до конца недели военный бюджет на 100 миллиардов долларов. Но одно дело напечатать деньги, а совсем другое – тратить ограниченные военные ресурсы Пентагона. Пока же ситуация в Вашингтоне остается хаотичной и с расколом демократов, баталиями республиканцев за пост спикера, выхода из текущего кризиса пока не просматривается. Тем временем выбор 2024 года уже скоро, но при несогласованности республиканцев, даже по поводу, например, спикера в Конгрессе, все говорит о том, что, несмотря на все политические провалы Байдена, надеется на победу еще рановато.